Казанского федерального университета На ваши вопросы ответят заместитель директора по международной деятельности Института психологии и образования Баклашова Татьяна Александровна Ответственный за прием Института психологии и образования Путулянна Рене Сережевна Ассистент кафедры дошкольного образования Раф Ганачевский Арсений Михайлович Итак, господа, давайте приступим к вопросам И первый вопрос, какие направления подготовки бакалавриата есть в вашем институте? Добрый день, уважаемые абитуренты, коллеги, все, кто нас сейчас слышит и смотрит Дело в том, что в нашем институте есть направление психология, специально-дефектологическое образование И основное образование это педнаправление, это начальное образование плюс иностранный язык Дошкольное образование, дополнительное образование плюс иностранный язык Ну и ряд специальностей, которые подходят по данным профилям Если есть конкретные вопросы по какому-либо профилю, я готова на них ответить Пока нет вопросов по конкретному профилю Второй вопрос, проводятся ли консультации, либо подготовительные курсы По вступительным испытаниям для абитурентов, которые не сдавали ЕГЭ То есть это второе высшее образование? Нет, это не второе высшее образование Если планируют поступать в научное отделение Нет, 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 подождите, это немножко разные вещи Потому что есть абитуренты, которые в свое время не сдавали ЕГЭ Но не имеют специального образования, допустим, среднепрофессионального какого-либо образования Хотят получить высшее образование И им необходимо для того, чтобы поступить, сдавать внутренние испытания В формате ЕГЭ в нашем университете Либо должны обратиться в центр ЕГЭ С заявлением до 1 февраля принимаются заявления И сдавать ЕГЭ для того, чтобы иметь эти баллы И участвовать в конкурсе на поступление А что касается второго высшего образования, как вы говорите Во-первых, сейчас такого понятия нет Есть вторая ступень высшего образования, это магистратура Для этого надо иметь высшее образование Я просто хочу напомнить, что эти вопросы задавали нам абитуренты Поэтому они такие складные Да, я понимаю, поэтому я и пытаюсь объяснить Что нет такого понятия, как получить образование высшее, не сдавая ЕГЭ Если есть абитурент, который имеет среднепрофессиональное образование Или среднеспециальное образование Он имеет право сдавать внутренние испытания в формате ЕГЭ На базе Казанского федерального университета Он также получает баллы ЕГЭ И по этим баллам он, естественно, участвует в конкурсе В общем конкурсе Отлично, насчет магистратуры спросили Какие направления есть на магистратуре И есть ли там бюджет вообще? Да, магистратура имеет педнаправление Имеет психолого-педагогическое направление Психологическое направление и специально-дефектологическое Также магистратура имеет бюджетные места Но не на все направления имеется бюджет Бюджет не имеется на психологии, на трех направлениях психологического образования И на некоторых программах, такая программа, как педагогика высшего образования Она имеет как бюджетные места, так и на очно-заочной форме обучения, только контрактные места Также задали вопрос, есть ли бюджет на логопедию? На логопедию бюджет есть А какой минимальный проходной балл? 25 мест, минимальный проходной балл, 265, 262, вот так вот Одна бетуренко пишет Слышала, что правила приема немного изменились и можно поступать сразу на 10 направлений, это так? Да, это так А можно как-нибудь конкретно рассказать об этом? Ну, человек имеет право подать заявление на несколько направлений и участвовать в конкурсе На тех направлениях, куда вот, допустим, он сдавал вступительное испытание И куда соответствуют его проходные баллы ЕГЭ Он в любое место на 10 направлений может подавать, да Подает заявление, участвует везде в конкурсе Только, естественно, выбор остается за абитурентом, куда он будет подавать оригинал своих документов Какие минимальные проходные баллы для прохождения на контракт на направлении психологии? Ну, раз спросили на контракт, то есть бюджет? Ну, на контракт порог прошлого года составлял 175 баллов А если бюджетные места на психологии? 287 Отлично На психологии 10 бюджетных мест Спасибо Какие экзамены нужно сдавать, если поступать к вам после педколледжа? После педколледжа, в принципе, те же самые экзамены, что и сдают все остальные абитуренты Это, соответственно, профилирующие предметы По педнаправлению профилирующий предмет это общество знания, русский язык И для абитурентов из педколледжа это педагогика либо начального образования, либо педагогика дошкольного образования Такие, попросили рассказать про направление клиника психологическая помощь ребенку и семье И нужно ли там учиться больше 4 лет? Да, клиника психологическая помощь ребенку и семье это у нас специалитет Там 5 лет образования, поскольку это специалитет Профилирующий предмет для поступления на данный профиль это биология, русский язык Ну и, соответственно, на выбор уже 3 оставшиеся предмета Это математика профильная, иностранный язык, либо общество знания Набрав определенное количество баллов, поступайте на бюджет Бюджетных 44 места Что представляет из себя сама специальность? Конечно, на этот вопрос более подробно можно получить ответ, когда придут на день открытых дверей в наше учебное здание И непосредственно с коллегами данной кафедры могут пообщаться абитуренты Поскольку это специфика определенного рода Я, к сожалению, не психолог по образованию, педагог Поэтому, чтобы не вводить в заблуждение абитурентов Лучше обратиться непосредственно на кафедру данного направления Ну и также вопрос про клиническую психологию Есть ли там бюджетные места на заочном отделении? А у клинической психологии заочной формы обучения нет, она только очная форма, поскольку это специалитет 44 бюджетных места Мы уже, наверное, ответили на этот вопрос отчасти Есть ли в вашем институте заочное отделение, то есть на каких направлениях? На педагогике, в основном педагогический блок Это начальное образование у нас имеет заочное, дошкольное образование у нас имеет заочную форму обучения У нас психолого-педагогические направления имеют заочную форму обучения И специальная дефектологическая, то есть логопедия заочка есть и специальная психология заочная есть Отлично! Можно ли в этом году, как и в прошлом, подавать документы на бюджет и сдавать вступительные экзамены онлайн? А это уже будет зависеть от того, как будет работать приемная компания Если приемная компания будет работать так же, как и в прошлом году онлайн, то, соответственно, будет все проходить в режиме онлайн Если это будет все-таки оффлайн прием, соответственно, вступительные испытания надо будет сдавать, уже находясь непосредственно на экзамене Я обратилась сейчас к вопросам, которые у нас в прямой трансляции Спросили, какие баллы нужны на начальное образование В смысле, проходные баллы какие? Ну, естественно, порог надо пройти, для того, чтобы можно было подать документы высшее учебное образование А порог, установленный, это там... То есть это можно найти на сайте? На сайте можно найти, я могу пороги озвучить, баллы Это нести общества знания, порог 45 баллов, русский язык, порог 40 баллов, и математика, порог 39 баллов Биология, порог 39 баллов Вот эти вот пороги надо пройти для того, чтобы элементарно подать документы на поступление в университет Также спрашивают, какие экзамены нужно сдать для поступления в аспирантуру? В аспирантуру, к сожалению, там экзамены философия Обычно сдается философия, сдается иностранный язык, и профилирующий предмет Аспирантура, это немножко другое направление, это другой профиль И мы в основном работаем с абитурентами, поступающими к нам на бакалавриат специалитет и магистратуру Аспирантуру у нас занимаются наши коллеги отдела аспирантуры Отлично, интересный вопрос После обучения на логопедию можно будет работать только логопедом или дефектологом тоже? Это тоже вопрос к специалистам, работающим на этой кафедре Когда будет день открытых дверей, как сказала уже Нарина Сережина, наши абитуриенты Потенциальные абитуриенты смогут задать вопросы именно коллегам, которые трудятся в этом направлении Я думаю, они получат исчерпывающий ответ Хорошо, тогда приступим к абитуриентам, которые поступают на бакалавриат Главный вопрос, предоставляется ли общежитие студентам? Да, общежитие у нас предоставляется всем студентам без исключения Независимо от того, они учатся на бюджете или на контракте Студенты первого курса проживают в деревне Универсиады Студенты старших курсов проживаются в общежитиях студенческого городка нашего федерального университета Обеспечены все местами, исключения бывают только в том случае Если сам абитуриент или уже будущий студент не желает жить в общежитии А так обеспечивается 100% на всем Первоначально на входе, а потом все зависит от результата сессии Да, то есть студент должен себя показывать со всех сторон отлично Ну или как минимум хорошо То есть он должен не нарушать дисциплину и порядок Учиться на хорошей отметке для того, чтобы сохранить собой место Ну и соответственно должен проявлять активную студенческую позицию Жизнь студенческую, хорошо естественно вести себя в общежитии Там же тоже есть ряд правил, которые надо соблюдать И поэтому тоже бальная рейтинговая система для проживающих в общежитии студентов И соответственно исходя из этого уже формируется потом список и предоставление Кое-какое место в общежитии каждому студенту Хорошо, какие документы нужны для поступления и нужна ли будет медсправка 086У? 086У медсправка нужна для тех, кто будет поступать на педнаправление А документы какие нужны для поступления? Ну а документы, как обычно, это паспорт, заявление, фотографии, СНИЛС, ИНН, копии всех документов Как обычно, когда человек куда-то пишет заявление о поступлении, о приеме Так, с какого курса начинается практика у педагога? С первого А где она проходит? В школах Она проходит в школах, да, можно сказать В детских садах В детских садах, в образовательных организациях Да, и все-таки сет практик, он достаточно такой разнообразный у нас здесь И необходимо сказать, что практики, они пронизывают, в принципе, весь контент обучения И теоретическая подготовка, она сопряжена с практической подготовкой Практики разные по характеру Есть практики учебные, есть практики производственные Их отличает характер преемственный То есть нельзя сказать, что каждая практика существует сама по себе То есть это выстроенная логика на каждой кафедре В принципе, эта архитектура практической подготовки, она достаточно четко выстроена Практики магистрантов отличаются по сложности Необходимо подчеркнуть тот факт, что, например, если сравнивать практики магистрантов То там по большей части разворачивается проектировочная деятельность Исследовательская деятельность И также менеджеральный компонент заведен То есть они должны нас еще как управленцы себя показать в образовательных организациях И, соответственно, в зависимости от того, какие приоритеты задаются согласно в ГОС И разрабатывается контент практик Практики в нашем институте, как, собственно, наверное, и в других институтах КФУ То, что сопряжено с педагогикой, реализуются в образовательных организациях В лицеях КФУ У нас с ними партнерские отношения Мы действуем в рамках модели школьно-университетского партнерства И наши обучающиеся как раз-таки по большей части проходят практики именно там Но также у нас есть школы базы практик, у нас есть детские сады Дошкольные образовательные учреждения Дошкольные образовательные учреждения, которые также ввлечены в этот процесс И мы взаимодействуем уже, естественно, не первый год У нас есть двои руководители, так называемые менторы Практика именно от образовательных организаций И вместе выстраивается и контент, и индивидуальное задание на практику И осуществляется уже оценка по результатам прохождения практики Продолжим тему практик Спросил у нас студент, видимо, четвертый курс Какие практики будут у иностранных студентов на четвертом курсе общая психология? Это, наверное, вопрос по большей части к психологам Я представляю кафедру педагогики высшей школы Именно как доцент, как человек, который работает со студентами Здесь, наверное, все-таки целесообразно опять-таки дождаться Дни открытых дверей, вопрос, если интересует, задать специалистам Абитуриент спросила Здравствуйте, на всех факультетах есть вступительные экзамены? Либо где-то не нужно не вставать? Вступительные экзамены есть везде Абитуриент же выпускается со школы, сдает ЕГЭ Это и есть? Говорит, скорее всего, не про ЕГЭ, а про то, когда, например, в Институте социально-философских наук Когда ты поступаешь на телевидение, ты сдаешь дополнительные вступительные экзамены А, это профилирующие экзамены на определенные профили Это если абитуриент закончил педагогический колледж И имеет именно профиль направления педагогика дошкольного образования Или педагогика начального образования И желает поступить на эти же направления То он сдает внутренние испытания педагогику либо дошкольного образования Либо педагогику начального образования Если абитуриент закончил какой-либо другой колледж, то он сдает уже с действия внутренние испытания согласно перечню, указанных в ступитных испытаниях. Отлично. Следующий вопрос. Есть ли целевое на начальное образование с английским уклоном? На начальное образование с английским уклоном есть целевое, да. Есть определенное количество мест или нет? Конечно. Сколько? Одно-два, не более. Спросили, когда день открытых дверей? День открытых дверей 7 февраля. Отлично. По адресу Межлаука 1, Институт психологии и образования. Ну и может быть вы бы что-то хотели сказать нашим абитуриентам, какие-то напутственные слова, что вы их ждете? Арсений Михайлович. Уважаемые абитуриенты, что я вам хочу сказать. Наш институт психологии и образования сейчас находится в лидирующих позициях не только в России, но и в мире. Он достаточно высоко поднялся. Поэтому, если вы поступите к нам в институт, даю вам слово, что вы получите качественное образование, то, что вы сможете закончить наш институт хорошим специалистом, с правильной головой, с нужными знаниями, который будет иметь хорошую конкурентоспособность на рынке труда. Потому что КФУ это не просто название, КФУ это бренд, КФУ это такое сильное слово, весомое, это узнаваемое слово. Когда слышат работодатели то, что закончил КФУ, конечно же, будут в первую очередь присматриваться к выпускникам нашего УЗА. Поэтому я желаю поступать к нам в институт. У нас все хорошие условия. Студентам, ученикам можно быть только один раз в жизни, поэтому выбирайте уж самое лучшее, если есть такая возможность. Ну, спасибо большое. Тогда на этой приятной ноте мы закончим наш прямой эфир. Спасибо большое спикерам за развернутые ответы. А вы, дорогие абитуриенты, заходите в наш инстаграм-аккаунт Казанского Федерального Университета и задавайте новые вопросы, следите за остальными инсталайфами. А на этом мы с вами прощаемся. Спасибо большое всем. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»